Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 января, Православная Церковь празднует представление и второе обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца. В январе 1991 года в запасниках Музея истории, религии и атеизма, который располагался в здании Казанского собора в Ленинграде, неожиданно для всех были найдены мощи преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых русских православных святых. Преподобный Серафим Саровский был прославлен Русской Православной Церковью в лике святых летом 1903 года при деятельном участии и даже по настоянию святого царя Николая II, лично весьма почитавшего Саровского старца. К моменту прославления, почитание преподобного Серафима уже было широко распространено по всей России. Сведения о случаях его благодатной помощи, рассказы о его чудотворениях, воспоминания лично его знавших людей, душеполезные поучения старца – все это передавалось в православном народе от поколения к поколению, сохранялось для потомков и сообщалось церковному священноначалью. Известно было и предсказание преподобного Серафима о том, что его мощи будут найдены, а затем в годину гонений за христианскую веру снова будут утрачены, как впоследствии в точности и произошло. Вскоре после Октябрьского переворота большевиками было воздвигнуто неслыханное гонение на православие, причем началось это гонение не столько с живых свидетелей православной веры, сколько с уже почивших ее исповедников, прославленных во святых. Была развязана кощунственная кампания по вскрытию и изъятию святых мощей. Специальные комиссии, в которые для видимости соблюдения законности включали представителей духовенства, вскрывали раки со святыми мощами, составляли протоколы об их освидетельствовании, а затем увозили святые мощи в неизвестном направлении. Немалое смущение верующих, возникавшее при виде такого безнаказанного святотатства, было непередаваемо. Утешать могло только то, что, как свидетельствовал один из очевидцев тех событий, профессор Андреев, издевательство над мощами святых нельзя рассматривать иначе, как соучастие святых в общенародных страданиях и пытках. Страдает весь русский народ, и с ним страдают русские святые. Правоту этих слов подтверждали неоднократное явление русских святых, почитавшим их православным людям со словами утешения, ободрения и благословения на подвиг верности Христу. Иногда частицы святых мощей благочестивым православным христианам удавалось укрывать в своих домах. Некоторые из святых мощей тайно сохраняли священнослужители, но большинство было предано поруганию. Так случилось и с мощами преподобного Серафима, которые тоже, как он сам предсказал, канули в неизвестность. Документально подтвержденными были только два факта. 17 декабря 1920 года мощи, хранившиеся в Дивеевском монастыре под Арзамасом, были вскрыты, а 16 августа 1921 года закрыты и увезены. Известно было и другое. В конце 1920-х годов мощи преподобного Серафима выставлялись для обозрения в Московском Страстном монастыре, где в то время был организован антирелигиозный музей. Мощи, вероятно, находились там до 1934-го, когда Страстной монастырь был взорван. Последующая история стала проясняться только в 1990-м. И наиболее полно эту историю передает святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II в слове, сказанном им в Троицком соборе Александра Невской лавры, 12 января 1991 года, на следующий день после подписания протокола о передаче святых мощей преподобного Серафима Саровского Русской Православной Церкви. Уже при первой встрече с директором музея истории религии, говорил патриарх Алексей II, мы договорились о том, что мощи, как православные святыни, должны быть возвращены Церкви. Первая святыня, которая была возвращена, мощи святого благоверного князя Александра Невского. Вскоре были переданы Церкви и мощи преподобных Зосима Савватия и Германа Соловецких. Считалось, что никаких других мощей в музее нет. Но в связи с намеченным переездом из Казанского собора сотрудники музея заново проверяли запасники и в помещении, где хранились гобелены, обнаружили зашитые в рогожу мощи. Когда их вскрыли, то на перчаточке прочитали надпись «Преподобный отче Серафиме, моли Бога о нас». Чьи это мощи, кроме надписи на перчатке, никакой другой информации не было, ни номера, ни описания. История же изъятия мощей преподобного Серафима такова. Из Сарова они были доставлены в Арзамас, из Арзамаса в Донской монастырь. Далее след теряется. Закончил святейший патриарх. Вспоминая, как трудно было верующему народу смириться с тем, что мощи утрачены, патриарх Алексей II свидетельствует. Во многих местах находили какие-то предметы, которые приписывались преподобному. Его топорик, части одежды, мантии, рукавички. Патриарх Алексей II начал поиски акта о вскрытии мощей преподобного Серафима, который вскоре был найден. И сопоставив два акта о канонизации в 1903 году и о вскрытии в 1920, говорит святейший патриарх, я направил в Ленинград двух архипастерей, епископов Тамбовского и Мичуринского Евгения и Истринского Арсения, которые исследовали мощи. Архипастери, которые производили осмотр, свидетельствовали о чувстве благодатности и благоухания мощей, которые им пришлось обследовать. После сопоставления появилась уверенность, что это действительно мощи преподобного Серафима. До передачи оставалось 11 дней. Была изготовлена рака, в которую мощи были переложены накануне возвращения их русской православной церкви. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается предпразднство богоявления и память святых, праведной и улении Лазаревской, Муромской, преподобного Сильвестра Печерского в ближних пещерах, священомученика Феогена, епископа Парийского, святителя Сильвестра Папы Римского, мученика Василия Петрова, всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok